Сегодня мы поразглядываем очередную новинку от Костромских товарищей. Они выпустили пожарный КАМАЗ под названием АЦ-3240 на шасси КАМАЗа 43-253. Машина эта довольно распространенная, по крайней мере в крупных городах в Москве и Санкт-Петербурге она встречается очень часто. И Костромские товарищи выпустили для нас машинку из Санкт-Петербурга. Давайте её распакуем и посмотрим, что же там внутри привычной КАМАЗовской коробочки. Сама коробочка хоть и стала повеселее в новом оформлении, но по-прежнему сделана из дешёвого тонкого картона. А КАМАЗовские эмблемы и новое оформление хоть и облагородили внешний вид упаковки, но всё равно на дизайнере Костромские товарищи продолжают экономить. Но упаковка упаковкой, а интересует нас, конечно же, КАМАЗ, который прячется внутри коробочки. На базе этого КАМАЗа Костромские товарищи недавно выпустили мусоровоз и мы с вами его внимательно поразглядывали. Поэтому очень интересно, кривая ли кабина на этом пожарном КАМАЗе и вообще, как он удался китайскому производителю. Надо отметить, что официальное сотрудничество с КАМАЗом пошло Костромским моделькам на пользу. Ну, во-первых, на подиуме они теперь пишут нормальное наименование автомобиля, а во-вторых, на морде, на передней облицовке этого КАМАЗа красуется гордая надпись КАМАЗ. В отличие, например, от Уралов, на которых до сих пор по вине группы ГАЗ нету обозначения и названия автомобиля. А сама модель этого пожарного КАМАЗа с австрийской надстройкой Розенбауэр выглядит очень аккуратно и прилично. Ну, мы, конечно, найдем к чему придраться, но внешний вид модели очень аккуратный. Китайские товарищи постарались на славу. Они даже вложили в пакетик не только лафетный ствол, который надлежит самостоятельно установить на предназначенное ему место, но и положили в этот раз наклеечки номерных знаков. По какой-то неведомой причине мусоровозу, которую мы разглядывали недавно, не досталось номерных знаков, а для пожарной машины китайские товарищи осилили таки напечаток. эти наклеечки. Совершенно непонятная то ли костромская, то ли китайская логика. Для производителя эти наклеечки не стоят вообще ничего, а собирателям все-таки приятное дополнение к модели, добавляющее ей реалистичности. Ну вот, посмотрите, совсем как реальный автомобиль. И именно номера добавляют той самой настоящести этим машинкам, которые стоят у нас на полках. Все-таки реальные машины, которые мы видим на улице, оснащены номерными знаками. Лафетный ствол поворачивается, вверх-вниз не поднимается, а чтобы убрать модель обратно в коробочку, придется его снять и снова уложить в пакетик. Приятно, что в этот раз костромские товарищи не остановились на поворотном лафетном стволе. Можно еще и лестницы сдвинуть и опустить вниз с крыши. Такими темпами, глядишь, когда-нибудь мы сможем заглянуть и внутрь надстройки. Ну а теперь пора и попридираться к новинке. Начнем мы, пожалуй, с крыши. Она гладкая и блестящая, хотя на настоящих машинах она покрыта антискользящим покрытием. То есть она должна быть как минимум матовая в масштабе 1,43. Кабина пожарной машины, как и заведено у Камазов из Костромы, откидывается. И можно под ней поразглядывать двигатель. Но мы с вами будем смотреть не на двигатель, а на заднюю глухую стенку кабины. У реальных автомобилей кабина объединена с кабиной боевого расчета. И задней стенки там нету. Учитывая, что костромские товарищи, не задумываясь, делают на базе своих хорошо известных базовых машин новые кабины, например, сдвоенные. Совершенно непонятно, почему они не убрали заднюю стенку кабины. В данном случае это добавило бы модели реалистичности, а производителю, скорее всего, стоило бы не очень много. Кабина в этот раз откидывается без проблем, не то что у мусоровоза. Однако с правой стороны пластиковая деталь белая, которая прикрывает стык кабины боевого расчета и кабины автомобиля, она посажена немного кривовато. Вид снизу вполне приличный. Есть что поразглядывать, всё сделано и собрано достаточно аккуратно. Костромские товарищи уже действительно набили руку в производстве масштабных моделей грузовиков. Резина Кама 310 вполне соответствует реальности. Можно было бы для разнообразия и другую какую-нибудь изобразить, но, конечно, лучше на этом сэкономить три копейки. И крутятся колеса на этот раз достаточно ровненько, не как у мусоровоза, в крифе, в кость. Ещё один недостаток этой новинки – это передняя оптика. Китайские товарищи зачем-то сделали перемычку в бампере, разделяющую поворотники и основную фару. Выглядит это особенно на белом бампере пожарной машины не очень. Да и сами передние фары, отблёскивающие серебрянкой под прозрачной гладкой пластмасской. Выглядит не очень здорово. В остальном вполне приличное изделие. Машинку эту приятно взять в руки и интересно поразглядывать. Можно покрутить лафетный ствол, сдвинуть лестницу, откинуть кабину, поразглядывать двигатель. Ну, конечно же, да, хотелось бы ещё заглянуть внутрь этой пожарной настройки, ведь там много интересного оборудования. Ну, возможно, когда-нибудь костромские товарищи дойдут до этого. Ну, а если очень внимательно разглядывать модель этого пожарного КАМАЗа, то, увидев на крыльях рекомендуемое давление в шинах, сразу же можно обратить внимание, что на передних крыльях не хватает боковых габаритных огней, которые на всех серийных машинах есть. Ну и напоследок нельзя не сказать. Новинка из Костромы снова разошлась по предзаказам. Так что, если вам понравился этот пожарный КАМАЗ из Санкт-Петербурга, то купить его прямо сейчас, скорее всего, не удастся. А надо будет подождать очередного переиздания. Оно будет непременно. Костромские товарищи удачные и востребованные машинки почти всегда перевыпускают. Может быть, даже будет она изданием дополненным и улучшенным. Что-нибудь докрутят или приделают какую-нибудь детальку. Ну, а у меня на сегодня всё. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии.